О проблеме губернатор Краснодарского края рассказал на селекторном совещании. Его провёл Дмитрий Медведев. Председатель правительства поддержал решение о возмещении таких затрат. По поводу компенсации потерь в связи с ростом цен на топливо. Таковы компенсации нужны. Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки, как было сказано, и возможности как резервного фонда, ну и, наверное, какие-то другие источники тоже посмотреть. Решение по этому поводу положительное. Огромное спасибо вам за поддержку в части компенсации за затраты на топливо, потому что за первые пять месяцев наши аграрии дополнительно затратили на ГСМ 1,3 миллиарда рублей. А если это прогнозировать на год, то это плюсом будет ещё 2,6. То есть и в итоге дополнительных затрат у наших аграриев кубанских на ГСМ будет примерно 3,9 миллиарда. Для нас, конечно, это ощутимо. Огромное спасибо от всех аграриев Краснодарского края. Во время совещания обсудили подготовку и проведение уборочных сельскохозяйственных работ в России. Кубань традиционно аграрный лидер среди регионов. В этом году из-за засушливой погоды техника в поля Краснодарского края вышла на две недели раньше обычного срока. Завершить уборочную кампанию рассчитывают за 15 дней. К уборке приступили здесь, я могу смело доложить, все муниципальные образования, техникой обеспеченные все. На сегодняшний день мы уже собрали 1 миллион тонн зерна. Это Краснодарский край. В этом числе 755 тысяч тонн озимого ячменя и 252 тысячи тонн пшеницы. Средняя урожайность 61,4 центра с гектара. В рамках таких погодных условий, если мы сохраним вот такую урожайность, то можно смело сказать, что задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, конечно, Кубань выполнит. Проблем с зерном и с хранением зерна у нас в крае нет. Здесь у нас максимально готовый прием к количеству зерна 13 элеваторов. Единственное, что в прогнозах на урожай, конечно, мы сейчас осторожны, потому что связано с дефицитом, конечно, осадков. Для аграриев одним из самых волнующих вопросов остается сельхозстрахование. Фермерам выставляют невыгодные условия. Вениамин Кондратьев предложил снизить порог страховой выплаты, которая сейчас наступает при 30% потерянного урожая. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ.